Бренада Бренада моя Понимаешь, мне бы не хотелось это делать на таком юношеском оптимизме, только на том основании, что это вроде стихи о юности. Мне кажется, дело сложнее. Все-таки, к чему мы им занимаемся на сегодняшний день? Он в двух временах. С одной стороны, комсомольский поэт, с другой стороны, знаменитый поэт 60-х годов, о котором складывались легенды. Значит, тут должно быть в этом створении не просто такая, знаешь, удаль такая, знаешь, вы помните грохот 20-го года, так сказать, а тут должно быть что-то такое еще, вы помните грохот 20-го года. Должен быть какой-то иронический глаз человека, прожившего жизнь. Вот так сказал. Все-таки, понимаешь, вокруг него всегда было особое облако нежности, это нельзя не учитывать, так сказать, за что, почему так случилось. Вот была телевизионная передача, ходили люди, телевизионные корреспонденты, подносили микрофон просто случайным прохожим, просто интервью. Будьте любезны, вы не припомните случайно, кто автор стихотворения Гренада? Ну, человек в первую секунду тушуется, не то уж не знает, а просто как-то на улице подошли. Но, знаешь, в следующую секунду уже зажигается, так сказать, в лице какой-то внутренний огонь. Потому что человек вспоминает что-то мучительно родное, понимаешь, то, к чему испытывает нежность невероятную. То, что любит, то, что знает наверняка. Ну, понимаю, понимаю, я согласен с тобой, согласен абсолютно с Светлов лирик, Светлов юный, Светлов романтичный, он без этого не мыслим. Но у нас в композиции есть три куска. И первый кусок все равно написан в юные годы. Второй кусок – это кусок лирический. И третий кусок – это уже зрелый Светлов. Вот хотелось бы, чтобы это хотя бы технологически как-то отличалось. Ну, скажем так. Вы помните грохот двадцатого года? Вы слышите запах военной погоды? Сквозь дым наша тройка носилась бегом. На нас дребезжали бубенчики-бомб. И молодость наша, веселый ямщик, Меня погоняла со свистом и пением. С тех пор я сквозь годы носиться привык, Перил не держась, не считая ступень. Устало проходит эпический полдень. Лирический сумрак сгустился над нами. Вы слышите, песнями сумрак заполнен. Иконница снова звенит стременами. Ах, это, поверьте, не отблеск камина. Теплушечный дым над степями заплавал. Пред нами встает боевая равнина. Огромные комнаты смерти и славы Артиллерийская ночь на готове Ждет неприятеля, подозревая. Атака! Я снова тобой арестован, Тебя вспоминая в теплушке трамвая. Ночь стоит у взорванного моста. Конница запуталась во мгле. Парень, презирающий удобства, Умирает на сырой земле. Теплая полтавская погода Стынет на запекшихся губах. Звезды девятнадцатого года Потухают в молодых глазах. Он еще вздохнет, застонет еле, Повернется набок и умрет. И к нему в простреленной шинели Тихая пехота подойдет. Юношу стального поколения Похоронят посреди дорог, Чтоб в Москве еще живущий Ленин На него рассчитывать не мог. Чтобы шла по далям живописным Молодость в единственном числе. Девушки ночами пишут письма. Почтальоны ходят по земле. В молодости смотришь в будущее, Как в бинокль. Все увеличено, Все кажется более близким. Но вот проходит время, И ты поворачиваешь бинокль В обратную сторону. И все, что ты видишь теперь, Называется воспоминаниями. Моя культурная жизнь Началась с того дня, Когда отец приволок в дом Огромный мешок С разрозненными томами Сочинений наших классиков. Отец вовсе не собирался Создавать публичную библиотеку. Дело в том, Что моя мать славилась На весь Екатеринослав Искусством жарить семечки. Книги предназначались на кульки. Я добился, Что книги пойдут на кульки Только после того, Как я их прочту. Тогда я узнал, Что Пушкин и Лермонтов Погибли на дуэли. И еще поразило меня слово Секундант. Я был убежден, Что это часовщик В совершенстве, Владеющий секундными стрелками. В 1919 году Я впервые в жизни Вступил в должность. Меня назначили Заведующим отделом печати Екатеринославского Губкома Комсомола. Мы решили издавать Первый на Украине Комсомольский журнал Юный Прилетарий. Несколько номеров Хоть и со скрипом, Но все же вышли в свет. Сейчас Стала думать, Сколько же годков Прошло с тех пор, Как я впервые увидела Михаила Аркадьевича Светлова. И сама удивилась этой арифметике 30 лет. 30 лет Тому назад Осенью 1955 года. Я тогда поступила в литературный институт. И хотя я была мало литературно подготовлена И к учебе, И к художественному существованию, Образ Светлова во мне уже Заведомо существовал. Наслышка об этом человеке всегда была очень сильна. Он еще при своей жизни совпал с легендой о себе. И очень свежо ощущают ту радость, которую все-таки всем всегда причинял Светлов. Это как-то радость из-за себя, что ты участник человечества и что ты сам из человечества, но из как-то его не худшей части. И еще вообще радость из-за человечества, что в нем бывает такое лицо, такой голос и, конечно, такой чудный смех. Я думаю, что этот смех, не знаю, какой ценой он обходил самому Светлову, но этот смех много, наверное, выручал его в его собственных затруднениях. Потому что если бы не чудный и столь прославленный светловский юмор, Навряд ли свою совершенно непростую литературную и всякую жизнь он мог бы так победительно снести. И потом, ведь необыкновенная прозрачность его облика. Ведь все-таки это совершенная чистота, совершенная доброта, и потом какая несуетность. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Есть масса лирических поэтов. Есть Тютчев, есть Фетт, есть Есенин, есть Байрон. Само слово «лирика» нам ничего нового про Светлова не говорит. Есть мощная лирика Маяковска. Я говорю, мощная лирика Маяковска. А ты можешь сказать про Светлова? Это мощная лирика Светлова. Потому что когда мощная лирика Маяковска говорит, это понятно. Значит, это какой-то невероятный накал страстей. Это вообще какие-то такие параметры чувств. Понимаешь, если так можно сказать. Невероятные. Светлова все немножко иначе. Сам Светлов говорил. Маяковский бас и амецо-сопрано. Это не означает, что что-то хуже, что-то лучше. Просто это разное. То ли жизнь становится напевней, то ли в каждом доме соловьи. Города, поселки и деревни. Золотые прииски мои. Я недаром погибал от жажды. Я фронтов десяток пересек. В душах комсомольцев и сограждан собирая золотой песок. Ни за что не стану торопиться. Жизнь моя по-прежнему теки. Дорогие желтые крупицы. Не истратить бы на пустяки. Не мешало бы нам встречаться чаще. Жизнь идет, года идут подряд. И над прошлым, и над настоящим Золотые бабочки летят. В двадцать шестом году я проходил однажды в Москве по Тверской мимо кино «Арс». В глубине двора я увидел вывеску «Гостиница Гренада». И у меня появилась шальная мысль. Дай-ка я напишу какую-нибудь серенаду. Но в трамвае по дороге домой я пожрел истратить такое редкое слово на пустяки. Подходя к дому, я начал напевать «Гренада, Гренада, Гренада моя». Вот уже много лет приходит ко мне эхо Гренады. Оно возвращается из Франции, из Польши, из других стран. В этом, конечно, заключается большое счастье, но есть и ощущение горечи. Неужели же я автор только одного стихотворения? Я помню всеобщее увлечение поэзии в это время. И сам я был кружковцем. Ходил такой кружок-закал в Соконническом районе. Слушал Светлова на поэтических вечерах. Я не знал ни одного комсомольца, который бы не знал наизусть Гренаду Светлова. И не слышал ни разу хора импровизированного где-нибудь на стойках, где бы не пелась песня о каховке. И удивительное дело, что вот эта, так сказать, зарядка, которую получил Светлов в юности, в комсомольские свои годы, в 20-е годы, она, так сказать, как-то до сих пор, до, так сказать, последних дней его жизни, она его очень согревала. Он часто говорил об этой поре своей юности. Он любил вспоминать свои стихи старые, написанные в 20-х, 30-х годах. Да его творчество в последних лет тоже как-то было очень органически связано с его творчеством ранним. Какой-то своей романтикой, какой-то волнованностью, юношеским каким-то задором. Вот. И не случайно он любил упоминать слово «старик». Причем я заметил, что обращался вот с этим словом не к пожилым людям, а чаще всего к молодым. Вкладывая в какое-то это слово какой-то очень такой большой смысл. Подчеркиваю, что хоть ты и молод, но ты старик по своему разуму, понимаете, по своему опыту. Он, я должен сказать, никого не обижал это слово. Наоборот, как-то все воспринимали какой-то гордостью за такую оценку вот более молодого человека. Мне кажется, что вот Светлов призывал не стареть. Одного стихотворения, посвященного Ольга Бергольцеву, просят ее не стареть. И прошедшее вспоминая, все болезнней, все острей, я не то, что прошу, родная. Я приказываю, не старей и постарчески живописен. Завяжу я морщин жгуты, я надену десятки лысин. Только будь молодою ты, неизменно мое решенье. Громко времени повелю, не подвергнется разрушению, что любил я и что люблю. Кровь нисколько не отстучала, я с течением лет узнал утверждающее начало, отрицающее финал. Как мы людям необходимы, как мы каждой душе близки. Мы с рождения неповинимы, мы советские старики. Пятница, суббота, воскресенье, нет у нас от старости спасенья. Ты состарилась, судьба, ну что же, постарайся выглядеть моложе. Пятница, суббота, воскресенье, нет у нас от старости спасенья. И живет четверг немолодой между пятницей и средой. Понимаешь, тут нужно найти какую-то вещь. Его нельзя читать нагло. Он сам был человек застенчивый, говорят, и стихи у него все застенчивые. Стесняющиеся стихи. Читаешь какого-то поэта там, скажем? Ну, не важно. Лирический герой. Пять стихотворений, скажем. Ты думаешь, нет, брат, это ты врешь. Ты сам хуже, чем твой лирический герой. Ты хочешь казаться лучше, чем ты есть. А вот Светлов стопроцентно не кокетка. Во всех стихах ищет человека, созвучного себе, конструирует его. То есть, если читать все подряд вот у Светлова, то практически можно вычислить, каков он был сам. Он был человек милосердия, он всем помогал. Где советом, где дружбой, где деньгами. И стихи у него такие же, призванные помогать. Никому не причиняя зла, Жил и жил я в середине века. И ко мне доверчивость пришла Первая подруга, человек. Сколько натерпелся я потерь, Сколько намолчались мои губы. Вот и горе постучалось в дверь. Я его как можно приголубил. Где-то рядом мой последний час. За стеной стучит он каблуками. Я исчезну, обнимая вас Холодеющими руками. В вечность поплывет мое лицо Ни на что, ни на кого не глядя. И ребенок выйдет на крыльцо, Улыбнется. До свидания, дядя. Я не страдаю обилием философии, Но просто хочу, как бы сидя с вами за столом, Рассказать вам о своем понимании счастья. Почему я счастливый? Потому что я абсолютно убежден в том, Что когда люди меня потеряют, Они загрустят. Значит, я для чего-то и для кого-то существовал. Значит, я был на свете не только прохожим. Не надо мне памятников. Я весь со всеми своими кровеносными сосудами Хочу быть всегда со всем человечеством. Не важно, что это не получилось. Важно, что я хотел этого. Это кафе Центрального дома литераторов. На этих стенах шаржа. Вот Владимир Владимирович Маяковский. Вот Михаил Аркадьевич Светлов. Шарж на него. Улыбается в окне Нам луна портретом новым. Очевидно, льстит луня Это сходство со Светловым. У Михаила Аркадьевича Светлова Было удивительное свойство. В нем была какая-то притягательная сила Для людей. Когда он появлялся, то почти немедленно Вокруг него появлялись и люди. Он всегда был очень весел, шутил. Но вдруг Михаил Аркадьевич замолкал И как бы уходил в себя. По существу наше с ним знакомство Связано все с постановками его пьес. Ну, написал он их немного, Михаил Аркадьевич. Но можно с полной уверенностью сказать, Что это особый театр. Театр Светлова. Мы вставили его пьесу С новым счастьем. Вот. Светлов и в драматургии был, оставался Таким, каким в поэзии. Самая удивительная его черта Как драматурга и как зрителя Он сохранял всегда какую-то детскость, Не скажу наивность, но непосредственность. Такого зрителя, как Михаил Аркадьевич, Честно говоря, я в своей жизни почти не встречал. Живого или мертвого Жди меня двадцать четвертого, Двадцать третьего, двадцать пятого, Виноватого, невиноватого, Как природа любит живая. Ты люби меня, не уставай, Называй меня так, как хочешь, Хочешь соколом, хочешь зябликом, Ведь приплыла я к тебе корабликом Неизвестно днем или ночью. У кораблика в тесном трюме Жмутся ящики воспоминаний И теснятся бочки раздумий, Узнаваний, не узнаваний. Лишь в тебе одной узнаю Дорогую судьбу мою. Мы виделись не так часто. Были у него друзья более близкие, Более, такие, я бы сказал, Ежедневно им видимые друзья, С которыми он встречался почти ежедневно. Но вот перед смертью Мы с ним встретились в Доме литераторов. Он слышал грустный. Потом я узнал, что он на следующий день Я не должен лечь в больницу. И больше я его не видел. Вдруг он мне сказал, Женя, проводите меня. Мне как-то показалось даже Как-то необычным в наших отношениях, Потому что я у него дома как-то ни разу и не бывал. Мы вышли, он молчал, был очень мрачный. Видимо, болезнь давала себя знать. Мы сели в такси. И вдруг он сказал, какие это были славные ребята. Я спросил, Михаил Аркадьевич, кто? Потому что никакого перед этим не было разговора ни о ком. Комсомольцы 20-х годов. Это такие были славные люди. Такие прекрасные парни. И опять он замолчал. Остановить дорогу мы ехали молча. Я понял потом, что он перед самым смертью обдумывал свою жизнь. Обдумывал свое место в литературе. И думал о комсомоле, который вошел в его жизнь органически. Вошел в него так же, как и поэзия. Это было делом его души. Уткин сказал, что поэт это тот, кому ничего не надо, и у кого ничего нельзя отнять. А Светлов ему сказал, что поэт это тот, кому нужен весь мир, и кто хочет сам все отдать. Вообще он не любил всякой утилитарности, вот такого отношения утилитарного к жизни, к отношениям. Вот ему совершенно не было свойственно. И он других людях это очень признал. Он любил какую-то открытость, любил даже в других людях честность ему присущей. И он умел видеть в малейших проявлениях. Но это была знаменитая история, когда он в магазине покупал какие-то продукты, дал кассирше 25-рублевую бумажку. Она ему не додала сдача 10 рублей. Он ей сказал, она говорит, что, знаете, сумма большая, должна пересчитать кассу. Вот мой телефон. Если я найду эти деньги, я вам завтра позвоню. Он ей дал, дайте мне ваш телефон. Он позвонил ей, и она сказала, что она нашла эти деньги. Он позвонил мне, попросил немедленно ехать вместе с ним. По дороге он купил огромный букет цветов и огромную коробку конфет. И, стратив денег, как вы понимаете, гораздо больше, чем эти 10 рублей. Потом мы приехали с ним в этот магазин. Он долго все это вручал кассирше. Потребовал книгу благодарности. Написал, как такие честные люди украшают социалистическое общество. А когда мы с ним приехали к нему домой, то это выяснилось, что эту десятку он по дороге потерял. Так что дело было не в деньгах, но вот то, что она ему отдала, это ему доставило, наверное, высшую радость. Архива от него не осталось почти. Он написал, на чем попало, на листках, там, календаря, на папиросных коробках. Это тоже всегда было похоже на чудо. Придет, вот сунет руку в карман и прочет новые стихи. Вот так на моей памяти зимой 42-го года одно из лучших его стихотворений «Итальянец» было написано в папиросной коробке «Казбек». Вот на ресторанной такой бумажной салфеточке было написано это прекрасное стихотворение о космосе. Голосали за счастьем все время в погоне за дорогой. Дорога подряд. «Телевидение быстро, икони бубенцами в эфире звенят». Ну и вот последние эти четыре строчки, когда мы их разобрали, потому что они очень уже, почек такой плохой. Что там было написано? «Без России не прожил я дня. Ты судьба моя, странная странница. Неужели они без меня все хорошие люди останутся?» «Осог funciona». «Осог funciona». Добрый вечер. Сегодня вы будете слушать стихи Михаила Светлова. Все ювелирные магазины, они твои. Все дни рождения, все именины, они твои. Все устремления молодежи, они твои. И смех, и радость, и песни, тоже они твои. И всех военных оркестров трубы, они твои. И всех счастливых влюбленных губы, они твои. Весь этот город, все эти здания, они твои. Вся горит жизнь, и все страдания, они мои. Уже свертает, уже порхает, стрижет семья. Не засыпает, не отдыхает любовь моя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok